Пункт 5.6. Настройка параметров компонента АМ-Антивирус. В окне настройки параметров компонента АМ-Антивирус вы можете выполнить такие действия, как отключить работу компонента, изменить границы области защиты и метод проверки, а также задействовать опцию эвристического анализа. Чтобы перейти в этот подраздел, в главном окне приложения щелкните по ссылке «Настройка» и в открывшемся окне в меню слева, в разделе «Защита» выберите компонент АМ-Антивирус. Для отключения его использования в центральной части окна снимите флажок с пункта «Включить АМ-Антивирус». Для изменения других параметров в этом же окне внесите корректировки в необходимые подразделы. Область защиты представляет собой тип сообщений, которые должны проверяться АМ-Антивирусом. Входящие и исходящие сообщения, либо только входящие. По умолчанию компонент проверяет как входящие, так и исходящие сообщения. Если же вы уверены в том, что отправляемое вами сообщение не содержит никаких опасных объектов, выберите опцию проверки только входящих сообщений, для чего поставьте соответствующий флажок в блоке «Области защиты». Методом проверки называется проверка ссылок в сообщениях, проходящих через интернет-пейджеры. На принадлежность к списку подозрительных веб-адресов, а также к списку фишинговых веб-адресов. Метод «Проверять ссылки по базе подозрительных веб-адресов» означает, что компонент будет проверять ссылки в тексте сообщений на предмет принадлежности их к черному списку. При включении опции «Проверять ссылки по базе фишинговых веб-адресов» сообщения будут также проверяться в соответствии с базами Касперский интернет-секьюрити, содержащими перечни известных на данный момент сайтов, используемых для фишинг-атак. Дополнительно вы можете включить опцию эвристического анализа, суть которого заключается в проверке активности, производимой объектами в системе. В рамках этого метода любой скрипт, находящийся в сообщении интернет-пейджера, выполняется в защищенной среде. Если активность скрипта типична для вредоносных объектов, то он, скорее всего, будет признан вредоносным или подозрительным. По умолчанию опция эвристического анализа включена. При обнаружении вредоносного объекта в сообщении Касперский интернет-секьюрити уведомит вас об этом. Дополнительно вы можете задать уровень детализации проверки – поверхностный, средний или глубокий. Для этого в блоке «Методы проверки» передвиньте ползунок в нужное положение.